Здравствуйте, уважаемые гости! Компания Кудерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече. Тему встречи вы видите на экране. Мы поговорим про новые отчеты ЕФС-1 и ГПХ. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и, соответственно, адрес сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобным временем проведения вебинара или вы не смогли досмотреть его до конца, то вы можете через некоторое время мы выкладываем все вебинары на наш сайт и вы можете посмотреть это там в удобное для вас время и, соответственно, может быть, еще какая-то информация вас заинтересует. Как будет сегодня проходить наша с вами встреча? Мы будем смотреть на слайдах нормативную информацию и переключаться на демо-базу ERP и ZOOP и уже на ней ручками, так сказать, проделывать те манипуляции, про которые мы поговорили на результатах, если можно так сказать, нормативной информации. Вести встречу буду я, консультант-аналитик 1С Галина Гардышева. Мои контакты вы тоже видите на экране и можете задавать, какие вопросы вас заинтересовали либо в самом вебинаре, либо какие-то по теме вашей организации. Мы сможем в этом случае на них более подробно ответить и более предметно, то есть касательно уже конкретно вашей ситуации. Итак, наша сегодняшняя программа вебинара, вы видите ее сейчас на экране. Мы поговорим про новые отчеты, в частности, ЕФС-1, который возник в связи с объединением фондов пенсионного и соцстраха. Ну, соответственно, посмотрим, какие настройки необходимо сделать, чтобы в учете отражались корректно сведения. И поговорим про законодательные изменения, в частности, касательно ГПХ, и про административные мероприятия. То есть что нужно сделать, какие административные, локальные акты подготовить, чтобы у вас все было в ажуре. Ну и посмотрим некоторые дополнительные сервисы, то есть личный кабинет сотрудника и дополнительные сервисы, которые могут быть полезны при составлении новых отчетов. Итак, немножко нормативные, так сказать, базы. Вы все, в принципе, уже знаете, что у нас произошло достаточно много революционных изменений в 2023 году. То есть это и объединение фондов, в связи с чем, соответственно, возникли новые отчеты и новые вопросы. Это и единый налоговый платеж, соответственно, с единым налоговым счетом, и новые правила по платежным поручениям. То есть изменений достаточно много. Поговорим мы с вами про ГПХ, поскольку изменения, которые коснулись именно договоров гражданско-правового характера, в общем-то, вызывают очень много вопросов. Напомню, что теперь взносами облагаются любые вознаграждения, которые выплачиваются физлицам по договорам гражданско-правового характера, ГПД, гражданско-правовые договора. Это регулируется федеральным законом 237 ФЗ, который датирован июлем прошлого года, но вступил в силу с начала этого года. Соответственно, с договоров ГПХ по новым правилам необходимо уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование по общему тарифу. И все, что касается социальных пособий. Тарифы у нас не изменились. То есть тариф остался 2,9. Изменилась, так сказать, законодательная база. Исполнители по договорам ГПХ будут иметь право на оплату больничных и получение социальных пособий. Но, обратите внимание, если сумма взносов, начисленная с выплат в их пользу за предыдущий, то есть за 22-й год, составит не менее установленной стоимости страхового года. Исполнители по ГПХ получают право на больничный в 2023 году по результатам прошлого года, 22-го года. Но поскольку в прошлом году такие работы не облагались взносами, то, соответственно, может быть такая ситуация, когда у вас не окажется перечислений за прошлый год. Собственно говоря, в этом случае есть два выхода. То есть первый, самый оптимистический, это можно эти взносы начислить и перевести. И второй взнос, второй вариант, это то, что ваши работники останутся без оплаты больничных листов. То есть стоимость страхового года можно самостоятельно рассчитать по формуле мы берем МРОД на начало года, умножаем на 2,9% и умножаем на 12 месяцев. То есть, например, для 2003 года лимит взносов за 22-й год в общем случае составит 4833 рубля 72 копейки. Это сумма, которая необходима для того, чтобы работники могли воспользоваться оплатой больничных листов, ну и, соответственно, другими льготами, которые позволяют для штатных сотрудников использовать, например, больничные листы, там, соц. выплаты и так далее. При этом обратите внимание, что если в вашем регионе действуют районные коэффициенты, то в этом случае нужно брать МРОД с учетом этих коэффициентов, что необходимо давать в объединенный новый объединенный фонд, то есть фонд социального развития. Необходимо предоставлять сведения о заключении гражданско-правового характера договора, то есть оказания услуг, по договорам авторских заказов, по договорам от отчуждения и исключительного права на произведения науки, искусства, литературы. Издательские лицензионные договора. Лицензионные договора о предоставлении права использования таких произведений, повторюсь, договора о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе. То есть на самом деле все, что здесь перечислено, относится к договорам гражданско-правового характера, но будет иметь разные кодировки. Пенсионный фонд разработал новую форму ЕФС-1, которая обязательно к применению с этого года, но разработал он его еще в прошлом году. Называется она достаточно сложно. Сведения для введения индивидуального персонифицированного учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены постановлением правления пенсионного фонда. Обратите внимание на автора этого постановления, то есть это правление пенсионного фонда. Точно так же изменился и электронный формат предоставления этого отчета. То есть форма ЕФС-1 имеет отличную от СЗВТД, например, корректировку. Напомню еще, что ЕФС-1 заменяет четыре отчета, которые мы сдавали раньше. Три из них – это СЗВТД, СЗВМ, ДСВ и четыре ФСС, то есть то, что сдавались в два разных фонда. Само по себе форма отчетности не сложная, то есть она состоит из титульного листа и двух разделов. В каждом разделе имеются подразделы, и практически каждый подраздел дублирует ту форму отчета, которую мы сдавали по отдельности в каждый фонд. То есть технически заполнение этого документа не слишком сложное. А теперь вот мы поговорим о том, как начисляли страховые взносы по ГПХ. То есть в прошлом году, соответственно, и до этого, с выплат по гражданско-правовым договорам заказчики начисляли взносы только по пенсионному и медицинскому страхованию. То есть была возможность сэкономить на социальном страховании, то есть взносы на больничные, которые равны 2,9%. Еще и взносы на травматизм, они стоят как бы отдельным таким блоком, поскольку тариф страховых взносов на травматизм был индивидуальный, зависел от ОКВЭД, то есть от вида деятельности, которое вело предприятие. И варьировался от 0,2% до 8,5%, ну, соответственно, в зависимости от класса профессионального риска. Но вот здесь обратите внимание, именно эти взносы начисляются только при том условии, что они прописаны в договорах. Если нет пункта в договоре, нет и обязанности. Это то, что действовало у нас до начала этого года. Как будет происходить начисление в 2023 году? То есть платить взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование мы будем по единому тарифу без разбивки на фонды. Стандартный тариф без учета льгот – это 30%. То есть это суммарно то, что мы платили в 2022 году. Если предельная величина, например, у вас достигнута и превышена, то с выплат сверх предельной базы мы будем платить уже не 30%, а 15,1%. И льготный тариф для МСП. МСП – это малое и среднее предпринимательство. 15% для выплат сверх мрот. Вот здесь обратите внимание, даже если вы свято уверены в том, что ваше предприятие относится к МСП, необходимо все-таки это проверить. Посмотреть реестр МСП и убедиться, что там ваша организация поименована. В противном случае получится, что вы используете необоснованно пониженную ставку. И, естественно, сейчас убрали исключения для ГПД. То есть суммы по таким тарифам будут облагаться в общей массе по единому тарифу. То есть теперь возможности сэкономить на каких-то взносах здесь у организации не будет. Следующий важный момент – это состав самой формы. Отмечу, что форма сейчас еще находится, так сказать, в развитии, в доработке. Но, тем не менее, несмотря на то, что вроде бы этот отчет заменил 4 сдававшихся ранее отчета и, соответственно, установлен единый срок для сдачи отчетности, то сдавать этот отчет придется несколько раз. ЕФС-1 содержит отчеты, которые раньше были с СЗВ, ТД. То есть это сведения о трудовой деятельности, соответственно, сведения о приеме, о увольнении, о восстановлении, о приостановлении. Ну, то есть весь спектр как бы кадровых мероприятий. И сдавать их нужно на следующий день после проведения кадрового мероприятия. То есть сегодня вы приняли сотрудника, на завтра вы должны сдать отчет, такой же, как раньше, например, сдавали по форме СЗВ, ТД. И, соответственно, в этом случае нет возможности дожидаться, когда наступит единая дата предоставления отчета. Но, на самом деле, здесь есть небольшое послабление. То есть не надо сдавать весь отчет целиком, а нужно сдать только тот раздел, который соответствует нужному договору, нужному отчету, который вы сдавали раньше, пенсионный фонд, например. Ну, титульный лист – это понятно. То есть там записаны регистрационные сведения, которые даны про ваше предприятие. Вот здесь обратите внимание. То есть при заполнении титульного листа нужно просмотреть, как у вас в программе, в конфигурации заполнены сведения, которые содержатся в EGRU. То есть что у вас все заполнено полностью, нет пропущенных полей, ну, то есть введена свежая актуальная информация. Потому что достаточно большое количество предприятий, которые, например, либо не использовались, либо не сдавали отчетность, по которым не было операций по банковским счетам, будут налоговые инспекции подаваться на принудительную ликвидацию, то есть исключение из реестра EGRU или EGRIP. Значит, соответственно, раздел 1 – это сведения, которые содержатся о трудовой деятельности, стаже, зарплате, ну, то есть, короче, обо всех этапах движения, так сказать, кадровых документов и сведений о сотрудниках. Значит, содержит этот раздел сведения о трудовой деятельности, ну, соответственно, стаж, зарплата, которая была начислена, сведения о трудовой либо иной деятельности, то есть, например, если у вас по ГПД работают свои же сотрудники, но выполняют какие-то дополнительные функции. Страховой стаж – это то, что необходимо для начисления пенсии, пенсии, сведения о зарплате, то есть, о начислениях и удержаниях. Вот это уже все сдается в обычные сроки без, так сказать, изменений. И основные основания для отражения данных о периодах работы застрахованного лица, если он работает у вас по горячей сетке, то есть, в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии. И, соответственно, если у вас, у сотрудников, имеются договора дополнительного страхования, добровольного страхования, то, соответственно, и учитывать эти взносы. Смотреть мы с вами сегодня будем на двух программах – на 1С ЕРП и на 1С ЗУП. Почему на двух конфигурациях демонстрации мы будем смотреть? Потому что практически в 1С ЕРП входит полностью блок из 1С ЗУП. То есть, там сохранена вся функциональность, сохранены все опции, то есть, практически, это знакомый интерфейс. Единственное различие состоит в том, что они находятся в разных, так сказать, местах и немножко по-разному можно их запустить. Мы об этом поговорим позже, так будем уже смотреть на самих конфигурациях. После титульного листа и первого раздела у нас идет раздел 2. То есть, это сведения, которые мы раньше подавали в ФСС, сведения о начисленных страховых взносах, на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, и профзаболеваний. Значит, соответственно, у нас будут входить расчеты суммы страховых взносов, сведения об облагаемой базе и взносах организации, сведения, необходимые для исчисления страховых взносов по несчастному страхованию и профзаболеваниям, особенно если у нас работники направлялись в другие компании, то есть мы их сдавали, так сказать, в аренду, и сведения о результатах проведенных обязательных, предварительных и периодических медосмотров работников, ну и, соответственно, по проведенной САУ на начало года. Таким образом, повторюсь, ЕФС-1 аккумулирует сведения, которые мы раньше подавали в пенсионный фонд ФСС, и, собственно, эти отчеты были СЗВ-ТД, СЗВ-Стаж, ДСВ-3, то есть это добровольное страхование, и 4 ФСС. То есть эта форма ЕФС-1 будет сдаваться дополнительно к отчетности по взносам, которые мы предоставляем ФНС, то есть это бывший РСВ. А вот раздел формы 2 ЕФС-1, кроме вот этого, будет реализован несколько позднее, потому что сейчас это еще в разработке. Для формирования сведений о трудовой деятельности с 2023 года мы можем использовать прежний документ. То есть в программе это называется «Сведения о трудовой деятельности работников» СЗВ-ТД. И находится это в разделе «Кадры», раздел «Отчетность справки», либо из журнала «Электронные трудовые книжки». То есть в будущем это планируется добавить отдельно со всеми разделами, но пока вот что есть, то и используем. Еще на что нужно обратить внимание, что если вы формируете не СЗВ-ТД, а ЕФС-1, то, соответственно, и формат выгрузки будет уже отличаться. То есть именно кодировка этого отчета будет другая. На это тоже нужно обращать внимание, когда вы формируете документ выгрузки. И, собственно говоря, форма формируется автоматически. То есть мы включаем дополнительные настройки, мы включаем какие-то дополнительные сведения, которые надо туда добавить. И в итоге сам отчет формируется автоматически. То есть туда не надо руками что-то отдельно заносить. Нужно обратить внимание на то, чтобы у вас были заполнены классификаторы. То есть это кодировка выполняемых функций. И обратите внимание, это новый справочник для договоров ГПХ. Это трудовые функции. Коды в нем уже созданы, настроены. Но вы можете вносить и дополнительно, как обычно во всех справочниках, вы можете дополнительно вносить и вручную какую-то информацию. Если у вас, например, какие-то эксклюзивные виды деятельности есть. И очень много, как в принципе и во всех конфигурациях 1С, очень большой, скажем так, упор делается на первичный документ, то есть на договор, который вы заключаете с работником. У нас, кроме обычных договоров, к которым мы привыкли, то есть на оказание работы услуг, могут быть дополнительные коды. Например, ДГПХ – это договор гражданско-правового характера. ДАВТ – это договор авторского заказа. Ну и, соответственно, по тем основаниям, которые мы посмотрели раньше, будет дополнительная кодировка ДОИП, ДИЗЛД и ЛДПИ, прямо как название партии. Соответственно, сейчас мы с вами перейдем в конфигурацию и посмотрим на примере ЕРП и на примере зарплата и управления персоналом. Переходим с вами в ЕРП и интересовать нас будут с вами настройки, ну сначала настройки НСИ и администрирования. В этом случае мы вот так, мы выбираем раздел кадры и здесь уже проверяем те настройки, которые у нас имеются. Ну, следует напомнить, что прежде чем формировать новую отчетность, стоит проверить и те настройки, которые у вас уже были, то есть учетную политику, которая у вас на этот год будет сформирована, ну и, соответственно, кадровый учет. То есть кадровый учет мы проверяем на настройки на примере проставления чекбоксов, то есть вот этих вот зелененьких галочек. Соответственно, нужно проверить, что они соответствуют вашим реалиям и нынешней действительности. Ну вот смотрим, у меня проставлено, что программа используется для кадрового учета и расчета зарплаты, что у меня контролируются табельные номера, то есть контроль на уникальность. И, соответственно, вот обратите внимание, значит, отображать изменения оплаты труда в личной карточке. И вот здесь стоит тоже проставить чекбокс. В этом случае, поскольку у нас форма Т2 формируется как отчет, то есть не как форма, которую надо ручками заполнить, а именно как отчет по той информации, которая уже введена, то, в принципе, вот эта галочка как бы облегчит вам жизнь. Ну и дальше посмотреть, есть ли у вас СТДР, и обратите внимание, здесь у нас есть подсказочки, что это такое, и использовать для мероприятий прием, увольнение два документа основания. То есть это, соответственно, будет кадровый приказ, то есть о приеме, об увольнении, перемещении и так далее. И будет еще дополнительное основание, это приказ. Или, если у вас небольшое предприятие, то мы можем делать прием на работу без приказа, то есть без формирования документа приказ. Ну и, соответственно, проверяем все остальные флажочки, которые нам надо поставить, и немножечко, скажем так, отвлечемся в сторону, то есть не для составления отчета ЕФС, и не для работы с ГПХ, нужно помнить о том, что у нас сейчас очень большое внимание уделяется работе с военнообязанными, мобилизованными и так далее. То есть обычно воинский учет на предприятиях, особенно некрупных, ну, был, скажем так, на последнем месте, сейчас стоит пересмотреть, и при настройках первоначальных, мы в разделе кадры спускаемся ниже, и там у нас будет раздел воинский учет, то есть в обязательном порядке нужно проставить там флажок, что воинский учет ведется, потому что сейчас введены достаточно серьезные штрафы, то есть изменения в мерах ответственности. и поскольку идет отчетность, которую предприятие должно сдавать в военкомат, то на это тоже надо обратить внимание, потому что штрафы и штрафные санкции в этом году увеличены. Так, вот у нас специально программа отмерла, и вот у нас подраздел воинский учет, то есть вот этот флажок у нас должен стоять в обязательном порядке, и дальше посмотреть, нужно ли вам проставить вот этот флажок, то есть будете ли вы проводить бронирование в случае, если будет проведена мобилизация, или, например, не дай бог, конечно, что будет объявлено о том, что военное время. И вот эти флажки уже, ну скажем так, обязательны только в том случае, если вы будете работать с бронированием. То есть когда вы проставляете вот этот вот флажочек, у вас добавляется одна форма отчета, которую мы готовим для военкомата. Если вы проставляете вот этот флажочек, то отчетность у вас увеличивается на две единицы и будет уже состоять из трех отчетов, которые, опять же, должны подаваться в военкомат. Ну и если вы проставили, что у нас ведется бронирование, то мы должны проставить учет по специальностям. Это, в принципе, будет отражаться в нескольких отчетах, но воинский учет должны вести все предприятия без исключений. И, собственно говоря, здесь можно говорить только о том, что в отношении ИП достаточно двусмысленная ситуация, потому что ИП в перечне не поименованы. Но вести учет всегда лучше заранее проставить флажки и заранее внести все сведения, потому что, как обычно, когда оказывается, что это должно было быть, все кидаются делать все в пожарном порядке, задним числом, и при этом могут достаточно сильно слететь какие-то другие настройки. Сейчас мы с вами отсюда уходим. То есть это, так сказать, нормативная база. Мы включили, активировали раздел ведения кадрового учета и теперь в разделе кадры, то есть мы переходим вот сюда, в подраздел кадры. Обратите внимание на интерфейс. То есть вот у нас как выглядит меню этого раздела. А теперь, если мы с вами переместимся в базу зуб и посмотрим с вами вот так. Сейчас зуб откроем. Извините, вот. Сейчас я передвину вот эту вот флажку, чтобы нам было видно командную строку, то есть меню, раздел кадры и, собственно говоря, здесь у нас тоже есть настройки, которые мы должны выполнить. Обратите внимание, видите, здесь интерфейс самого блока немного отличается, но здесь у нас абсолютно идентичное меню с ERP. Поскольку блоки сохранены, функциональность вся сохранена, то, соответственно, вот у нас интерфейс абсолютно одинаковый. и обратите внимание на дополнительный сервис 1С кабинет сотрудника. Он есть также и в ERP сервис 1С кабинет сотрудника. И, как вы видите, меню идентично, то есть, соответственно, мы можем что в ERP ввести, зарплату управления персоналом, что ввести, допустим, в отдельной конфигурации и путем обмена переносить информацию. То есть, это уже зависит от вашего конкретного количества сотрудников и, соответственно, вашего решения по способам ведения. То есть, где вы будете ввести, как вы будете переносить эти данные или это для вас будет лишняя работа. Ну, естественно, что если у вас большое количество людей, то чаще всего имеет смысл это ввести в отдельной программе. Интересовать нас будет вот что. То есть, если мы в зарплате управления персоналом можем вот работа с кадрами, кадровые отчеты, ну, то есть, отсюда перейти для составления отчета ЕФС-1 нам потребуется перейти в этом подразделе вот сюда. То есть, электронные трудовые книжки. Мы переходим по этой ссылке и попадаем с вами в журнал, собственно говоря, журнал документов. И абсолютно такой же журнал есть и в ЕРП, но немножко по-другому скомпонованы кнопки, по которым мы переходим в раздел, где мы можем составить отчетность. Значит, в кадрах мы, в зарплаты управления персоналом мы переходим в раздел кадры и здесь выбираем электронные трудовые книжки, а в ЕРП мы можем, вот она у нас работа с кадрами, ну, все кадровые документы, и здесь у нас тоже есть раздел электронные трудовые книжки. То есть, соответственно, эти два раздела абсолютно идентичны и работать с ними можно по одним и тем же правилам, но чаще всего с этим работают какие-то кадровые специалисты. то есть, чаще всего это отдел кадров и отдел тех, кто занимается именно приемом, увольнением сотрудников и так далее. Сейчас мы снова с вами переключимся на зарплату и посмотрим. То есть, я, например, хочу по филиалу у меня введены несколько, то есть, это основное юридическое лицо, и вот по нему в журнале отражаются уже документы, которые были у меня сформированы по этому году, то есть, уже по новым правилам. И обратите внимание, значит, мы переходим в сведения о трудовой деятельности, открываем, собственно, открываем сам документ и сейчас, пока он запустится, я немножко расскажу о том, что мы должны будем сделать. То есть, естественно, мы должны будем проверить все данные про сотрудника, которые у нас заведены и так далее. Ну, вот открылся у нас сам документ, они идентичны и в ЗУПе, и в ЕРПе, и, значит, соответственно, что нас здесь будет интересовать, чем отличается. Как видите, первая здесь гиперссылка, это отправить отчет через 1С-отчетность. То есть, соответственно, это не только название раздела, но это и название сервисов. Обратите внимание, чуть-чуть выше есть ссылочка про обмен с СФР, то есть, это электронный обмен с бывшим ФСС и ПФР, то есть, с новым объединенным фондом. Более подробно вы по нему можете почитать вот эту информацию по гиперссылке. А здесь нас интересует раздел 1С-отчетность. То есть, это два способа. То есть, первый способ мы находимся в журнале электронной трудовой книжки и сформировали, значит, вот мы открыли журнал, выбрали юридическое лицо, которое нас интересует и, соответственно, дату проставили и используем кнопочку заполнить. То есть, в этом случае у нас будет либо мы можем выбрать, что нас интересуют только приемы и увольнения и можем выбрать все мероприятия. Естественно, лучше выбирать все мероприятия, потому что приемы и увольнения не включают в себя документы кадрового перемещения или приостановления и возобновления действия трудовых договоров. Приостановление и восстановление этих договоров это сделано для тех, кто попал под мобилизационные мероприятия и, соответственно, при получении работником повестки он не увольняется, а приостанавливается действия его договора. И, естественно, когда он получает демобилизационный документ, в этом случае восстанавливается на работе на тех же условиях на том же рабочем месте, ну, то есть восстанавливается действие его трудового договора. Теперь мы с вами можем перейти в сам договор. Так, я сейчас эту планочку под... нет, наверное, не подвину, но неважно. То есть, у меня создан документ, я его, например, выбираю провести и записать, в нашем случае я его просто закрою, потому что он уже у меня проведен. И где же теперь у нас эта отчетность? На самом деле отчетность по этому документу у нас заложена в печатной форме. То есть, если вопрос касается, например, прошлого года, что вам нужно сделать какие-то исправления, подать корректировочный отчет за прошлый год, например, за 6 месяцев, за 9 месяцев, в этом случае согласно общим правилам вы должны подать его в той форме на таком бланке, который действовал на тот момент, когда вы вносите исправление. Если эти корректировки касаются текущего года, то, естественно, они уже будут в форме не СЗВТД, а в форме EPS1. И если мы с вами выбираем по кнопочке печать, то у нас здесь есть, как вы видите, доступ и к новому формату, и к старому формату. Еще раз хочу заострить ваше внимание на том, что кодировка файла, который получается при формировании такого или такого отчета у нас будет разное. Ну, соответственно, если мы выбираем EFS1, то у нас сейчас сформируется бланк уже по новой форме. Вот он. То есть, как вы видите, на титульном листе берутся все старые, так сказать, известные данные. Вот, поскольку у меня тренировочная база, демо-база, то у меня неправильно заполнена карточка на предприятие, как вы видите, не указаны ОКФС, ОКОГУ, ОКВЭД. Если вы работаете с юридическим лицом, ну, соответственно, на живой программе, то эти все сведения должны быть оформлены, потому что звучат они во многих других местах, ну, соответственно, автоматически заполняются и в других отчетных документах. Соответственно, если бы у меня было все правильно внесено, у меня должны были бы вот здесь высветиться регистрационные номера, название моего, допустим, предприятия, моего юридического лица, ну, естественно, в первую очередь должно быть ИНН, и дальше пошел уже подписи, это тоже как бы штатное формирование, и дальше пошел раздел 1, и вот теперь в этом разделе 1, как вы видите, мы заполнили документ, у нас сформировалась запись о трудовой деятельности, то есть то, что раньше было отдельный отчет СЗВТД, в нем, в принципе, внесены вот такие сведения, и эти же сведения будут отражены в карточке Т2, ну, соответственно, это у нас второй лист карточки Т2, и здесь будут отражены начало, окончание, перемещение, изменение окладов и так далее, ну, то есть все, что происходило с работником за то время, когда вы работали вместе. Ну, вот СЗВ, стаж, и дальше у нас вот все, то есть это первый раздел, выдержка из первого раздела под раздел 1, 1, то есть вот эта вот форма, эта табличка предоставляется в случае изменения каких-то кадровых данных по конкретному сотруднику. Сейчас мы отсюда с вами уйдем. Ну, в ERP форма абсолютно точно так же формируется, поэтому мы пока вот это посмотрим, в ERP переключимся немножко дальше. Значит, после того, как мы записали, сформировали печатную форму, лучше всего проверить. значит, проверить выгрузку, то есть то, что выгрузка формируется в нужном формате, в новом формате, и, соответственно, что мы все сделали правильно, и она вообще формируется. А теперь мы с вами еще поговорим про 1С-отчетность, то есть 1С-отчетность, перейти в нее, ну, сейчас давайте на ERP переключимся, перейти на 1С-отчетность мы можем в подразделе регламентированный учет, и сейчас нам откроется меню раздела, вот у нас есть блок 1С-отчетность, то есть повторюсь, это не только название блока в меню, но и название сервиса, то есть что такое сервис 1С-отчетность, это дополнительный сервис, который предприятия, которые используют ИТС, то есть информационно-технологическую поддержку проф, могут применить бесплатно на одно свое юридическое лицо, а те, кто подписан на ИТС техно, те должны будут заплатить за этот сервис, но стоимость сервиса, в принципе, достаточно дружественная, то есть, например, так же, как и проверка контрагентов, на год, ну, еще в зависимости от того, какого количества лицензий, то есть рабочих мест вам необходимо, стоимость этого сервиса на год будет примерно 4900, если разделить на 12 месяцев, то получается вполне себе дружественная цифра, значит, и когда мы переходим в ИФС, в 1С отчетность, мы попадаем с вами, если раздел регламентирован учета, то это тоже журнал отчетов, которые у нас появляются, и хочу обратить ваше внимание, что отчетность ИФС-1 у нас сформируется, сейчас тоже запустится, у нас сформируется из списка, и получить этот список, то есть вывести его в раздел избранное можно несколькими способами, ну, вот вы видите, это реклама этого самого сервиса, и более подробно вы можете о нем почитать здесь, расписано это достаточно красиво и грамотно, основной смысл в том, что отчетность сдается не через операторов электронной связи, а напрямую, сразу, на сайт налоговой инспекции или других фискальных органов, и, соответственно, в этом случае ответы, требования от налоговой инспекции и так далее, тоже приходят напрямую, и, соответственно, экономится один-два дня, которые тратились раньше на обмен через оператор, то есть оператору мы формируем файл в определенном формате, передаем оператору, и уже оператор направляет его получателю. Если мы используем сервис, то получается, что мы формируем файл и напрямую передаем его адресату, то есть без выгрузки, без передачи операторам. Соответственно, если у нас, например, сроки реагирования, когда вы получили от налоговой инспекции уведомление, что, например, требуется предоставить пояснение или требуется дополнительно предоставить документы и какие-то другие аналогичные документы приходят вам от налоговых, например, органов, то у вас на ответ дается достаточно короткий срок, то есть где-то 5 дней, где-то 10 дней. И, соответственно, если вы из этих 5 дней 2 дня тратите на то, чтобы обменяться документом через дополнительное плечо, то есть через оператора, то экономия 1-2 дней в принципе выглядит весьма привлекательной, если работает напрямую. подключиться к этой отчетности тоже несложно, то есть достаточно перейти вот по этой гиперссылке и по ней двигаться, то есть выполнять действия, которые она будет запрашивать. Так, это мы с вами посмотрели, теперь смотрим, как мне здесь найти отчет ИФС-1. Я использую кнопочку создать и соответственно по этой кнопочке у меня сейчас откроется диалоговое окно, которым мне нужно будет либо выбрать, либо если уже выбранное, то нужный пункт активировать, чтобы заполнить нужный мне отчет. Это мы с вами сейчас что в ZOOP, что в ERP работаем через блок 1С отчетность. То есть видите, у меня есть несколько закладочек, закладочка избранные и закладочка все. То есть на закладке избранные я вижу те формы, которые я уже либо выбрала, либо составляла и они здесь сохранены. Значит, у меня в этом случае здесь уже есть сохраненная запись сведения о трудовой деятельности работников СЗВ ТД. Если у вас ее еще нету, то можно перейти на закладочку все, открыть отчетность по физлицам, то есть вот она отчетность по физлицам и здесь мы выбираем уже вот он сведения о трудовой деятельности работников СЗВ ТД. Значит, чтобы выбрать мне нужно либо поставить отмечку, что это вот то, что я хочу и в этом случае у меня в избранных видите, добавляется новая запись с тем отчетом, который я уже только что выбрала, отметила звездочкой. То есть вот, видите, практически сделано достаточно удобно, потому что не надо запоминать, что есть еще одна новая форма, можно уже готовить по смыслу из давно привычных, так сказать, действий. и соответственно в ЗУПе точно так же, но тут у нас этот раздел в ЗУПе будет находиться немножко в другом месте, то есть я сейчас закрою вот это вот, и находиться у нас здесь будет такой раздел в меню отчетности справки. Значит, мы открываем отчетные справки, вот видим наш 1С отчетность, открываем, и как вы сейчас увидите, он абсолютно идентичен тому, что мы видим в 1С ЕРП. К сожалению, программа достаточно долго формирует этот запрос, но вот он наш общий журнал созданных отчетов, как вы видите, вот у меня тут достаточно много, здесь отражается статус, статус может быть, например, в работе, принято, то есть устанавливается изменяется статус, тогда, когда происходит обмен, и от налоговых органов приходят уже какие-то ответы, что, например, принято в работу, например, или согласованно принято, ну, то есть уже изменяется статус при обмене с фискальными органами. вот я создала заранее отчет 11 из ВТД, чтобы мы сейчас не теряли время на его создание, ну, вот мы сейчас его посмотрим, вот, видите, в работе подготовлено, сдано, это те статусы, которые мы можем видеть в нашем журнале, и, как вы видите, открывается абсолютно такое же меню, абсолютно такой же интерфейс, как мы уже с вами делали, а посмотрим мы здесь вот что, то есть для того, чтобы отчет ЕФС-1 сформировался верно, у нас должны быть составлены правильно сведения об организации, то есть в нашем случае это Минчев, наш сотрудник, и, собственно, вот договор работы услуги, если мы его сейчас откроем, к сожалению, это долго будет происходить, то мы увидим, что там необходимо заполнить новые поля, которые раньше не применялись. Сейчас я снова вернусь в ЕРП, и здесь вот у нас я теперь могу создать отчетность по физлицам, вот оно у меня, я выбираю ЦЗВ, ТД, у меня сразу формируется этот отчет, и при заполнении этого отчета я могу уже по ходу пьесы, так сказать, заполнять необходимые справочники, то есть я могу выбрать юрлицо, ну, допустим, пусть это будет у меня промресурс, и по кнопочке заполнить выбираю всеми мероприятиями, и у меня должна вот в этой строке, где красное подчеркивание отобразится вся деятельность этого сотрудника, ну, поскольку у меня вот здесь в моем примере я выбрала видимо организацию, по которой не было движения сотрудников, ну, соответственно у меня в этом случае и не формируется никаких отчетов, так, тогда мы этот пример пока закроем, нет, не надо ничего изменять, и снова вернемся к нашим слайдикам. Я уже говорила, что необходимо проверить настройки, и среди настроек это наличие классификаторов, которые необходимы для ведения поговоров по ГПХ. Это у нас мероприятие, которое регистрируется документом регистрация трудовой деятельности, получаем мы ее из раздела кадры или из раздела отчетной справки, которые из электронных трудовых книжек. Так, мы с вами переключимся сейчас на зуб, вот сюда кадры, еще раз повторюсь, электронные трудовые книжки, а вот классификаторы в зубе у нас находятся в меню настройка и вот вы видите здесь есть целый подраздел классификаторы их достаточно много и практически здесь только две будут позиции, которые новые, остальные уже старые давно привычные, то есть это трудовые функции, как вы видите, и общероссийский классификатор занятий. Трудовые функции сейчас мы с вами посмотрим, вот они, я про них уже говорила, то есть договора авторского заказа, договора ГПХ, когда оказываются услуги или какие-то работы, ну и вот об отчуждении прав и так далее. Когда мы видим вот такую пиктограмму тире и точка, это значит, что вот эти позиции введены централизованно, то есть через конфигуратор, но мы можем создать по кнопочке создать и какую-то свою, то есть может быть у вас есть какие-то ну очень эксклюзивные договора гражданско-правового характера, то соответственно вот по кнопочке создать у нас появляется меню и мы можем создать новую трудовую функцию, ну естественно назвать ее как-то и заполнить вот остальные сведения. и следующий момент, сейчас мы посмотрим, как вот эти сведения, где мы их будем отражать. Так, вот он наш отчет ЕФС-1, соответственно, когда оформляют кадровики какие-то действия с трудовыми книжками, то мы должны будем, вот у нас начало договора, заходим сюда и смотрим, что же нам здесь нужно сделать из того, что раньше не делалось. Значит, здесь у нас будет сейчас два момента, на которые нужно будет обратить внимание. Так, это нам не нужно для работы. Во-первых, необходимо проверить, в каком формате у вас ведется электронная трудовая книжка. Напомню, что с 20-го года обязательно было ведение трудовой книжки в электронном формате. Но если, например, у вас человек раньше имел трудовую книжку каких-нибудь советских времен, и он писал, что он выбрал способ ведения в бумажном формате, а не в электронном, то, соответственно, в этом случае здесь это должно быть отражено. То есть ведение бумажной трудовой книжки и сведения в форме электронного документа оборота. И вы видите, что мы можем выбрать в этом случае в электронном формате, и что мы можем выбрать в этом случае в бумажном. То есть видите, данные, тип данных абсолютно одинаковый, только они по-разному будут отражаться в документе. Обратите внимание на код категории GRF. Что это такое? Это то, о чем мы с вами поговорили несколько минут раньше, на слайдиках вы смотрели информацию. То есть здесь у нас код категории, мы можем выбирать GRF, PGIG, VGIG, VPIG и VKS. То есть что это значит? Переключаемся на наши слайдики. Вот снова возвращаемся к тому слайду, который уже смотрели, только это мы с вами ручками потрогали то, о чем здесь написано. То есть вот код мы указываем вручную из классификатора документов в договоре и код выполняемой функции ДГПХ ну и так далее. То есть вот выбираем нужные сведения. Еще один момент, что поскольку изменений было много достаточно и в БУХ учете, то есть новые ФСБУ как бы применились с этого года и в отчетных документах то соответственно не забыли и про штрафные санкции. штрафные санкции которые касаются именно вот отражения приемов увольнений перемещений и так далее у нас теперь тоже подлежат штрафованию и на самом деле за этим достаточно пристально следят. Ну таким образом вот у нас штрафы за предоставление персональных данных или указание недостоверных персональных данных или непредоставление таких данных у нас были штрафные санкции 500 рублей в прошлом году за каждого работника. В этом году те же 500 рублей то есть в этом плане ничего не изменилось. А изменилась так сказать ритуальная часть балета и значит если в прошлом году у нас было 10 календарных дней от момента получения требования от пенсионного фонда об уплате штрафа и никаких вариаций то есть снижение штрафных санкций у нас не было предусмотрено то в этом году у нас дается уже 20 календарных дней то есть ровно наполовину больше и если мы укладываемся в отведенные 20 дней что мы либо сдали уточнение уточненный отчет либо сделали пояснительную почему у нас там заполнено именно так если мы уложились в эти 20 дней то мы платим не полностью штраф не 100% а только 50 и соответственно если компания подает уточненку в течение 5 дней с момента получения уведомления от налоговиков то в этом случае тоже не будет никакого нарушения то есть штрафов не будет но обратите внимание что штрафов не будет в том случае если ну либо налоговики выявили ошибку прислали нам уведомление мы в течение 5 дней все успели им ответить исправить например ошибку если она там была и так далее то в случае когда мы самостоятельно нашли ошибку необходимо соблюсти определенный порядок действий то есть мы должны пересчитать налоговую базу выяснить сколько мы недоплатили то есть недоимку выявить после этого заплатить ее и только потом отправлять корректировочную форму потому что в противном случае мы нарвемся на санкции если мы все сделали правильно вот именно по такому алгоритму то тогда в общем-то штрафа не будет все будут довольны и счастливы еще один момент это как я уже говорила основные так сказать нагрузочные мероприятия наслажаться на заключение договоров когда мы заключаем договор с с работником на какие-то гражданско-правовые услуги то есть там например покрасить забор вышить например гладью вымкнул предприятия ну то есть оказать какие-то услуги или выполнить какие-то работы то в карточке договора у нас есть вот такой флажок отразить трудовую деятельность когда мы заполняем договор сам то в этом случае когда мы поставили вот здесь чекбокс зелененькую галочку у нас эти записи будут отражены в электронной трудовой книжке и последнее что я говорила это код который мы должны указать то есть когда мы переходим заполняем код это тоже отдельный справочник извините перескочила отдельный справочник и в этом случае каждый код имеет какие-то свои обозначения ну вот например сейчас мы кадры выберем выберем все кадровые документы которые у нас есть общий то есть общий журнал кадровых документов и и и недолго формируется может на зубе сейчас быстрее сформируется ну вот допустим договор начало договора нет быстрее тоже не получится ну ладно может здесь уже запустилось нет ну пока формируется я вам расскажу еще немного дальше то есть перейдем в наше ГПХ когда мы правильно заполнили все кадровые мероприятия то есть правильно заполнили договор выбрали что это договор ГПХ выбрали код по классификатору то у нас будет вот такая картинка на экране то есть соответственно код категории у нас будет стоять то есть сейчас это вы видите гражданин РФ соответственно в табличной части будет указано начало договора и конец договора две записи будут и трудовая функция вот здесь вот видите как есть пояснение комментарий к тексту в сведениях будет отражен код выполняемой функции то есть выполняемой по договору ГПХ ну и дальше будут уже сведения что от какой даты от какого номера и так далее как сдавать ЕФС-1 то есть соответственно мы ЕФС-1 сдаем за периоды которые начинаются с 1 января 23 года единый срок сдачи у нас установлен 25 число но как я уже говорила всю форму целиком каждый раз заполнять не надо то есть соответственно если у нас происходят кадровые мероприятия мы сдаем их на следующий день мы сдаем только тот раздел который касается вот этих мероприятий то есть в разделе 1.1 это отчет был СЗВ ТД сейчас это ЕФС-1 то есть соответственно мы выбираем документы которые оформляют прием увольнение приостановление или возобновление трудового договора заключение и расторжение ГПХ договоров ГПХ не позднее следующего рабочего дня и например при переводе если у нас возникает перевод сотрудника например к другому работодателю или например появились сведения что какой-то руководитель дисквалифицированный ну то есть какие-то любые кадровые мероприятия в этом случае мы сдаем не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным то есть за март мы будем отчитываться не позднее 25 апреля ну и соответственно другие подразделы когда они сдаются подраздел 1-3 ежемесячно не позднее 25 числа подраздел 3 то есть добровольное страхование до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом ФСС 4 ФСС ну то есть сейчас это будет опять же ФС-1 мы сдаем ежеквартально до 25 числа месяца а подразделы 1 и 2 то есть это у нас СЗВ стаж мы сдаем ежегодно не позднее 25 января следующего года если мы отчитываемся за периоды которые были в прошлом году то есть истекли до 1 января 2023 года то соответственно и сроки у нас сохраняются те которые были и формы сроки то есть например с СЗВ за декабрь мы должны были сдать до 16 января с СЗВ ТД до 16 января ну здесь видите на экране предоставлены цифры и соответственно до какого числа корректировочные отчеты про них мы уже поговорили что прежде чем отправлять выточненку нужно проверить начисление и осуществить доплату так и еще пару моментов значит эти моменты касаются того кто будет предоставлять эту информацию ну соответственно в нормативных актах не указано кто конкретно должен сдавать написано обязанность работодателя значит при заполнении формы законодателю все равно кто будет отвечать от имени организации от имени юрлица кто будет формировать отчетность поэтому в общем-то ну наиболее популярный если можно так сказать способ это когда бухгалтерия заполняет часть подразделов то есть подраздел 1.3 и 3 когда касается именно данных из бухгалтерии а кадровый отдел то есть кадровая служба должна предоставить отчетности по СЗВ ТД и СЗВ стажу то есть соответственно в 23 году это будет отчет ЕФС-1 и соответственные подразделы и можно на уровне скажем так локального нормативного акта и сдать приказ о том что сдача отчетности вот по таким-то данным поручается например кадровому специалисту а сдача отчетности вот по разделам СЗВ ТД СЗВ стаж поручается например кадровому работнику ну как обычно про сроки мы с вами уже поговорили табличку вам показала но кроме того что штрафы зафиксированы которые в этой табличке у нас есть еще один достаточно интересный момент то есть вот эти 500 рублей по которым мы говорили на каждого сострахованного лица а вот уже несоблюдение порядка сдачи в виде электронных документов то есть соответственно если мы обязаны с 1 марта подавать только в электронном виде отчетность а мы подали на бумаге то вот штраф он ждет ну и соответственно надо обратить внимание чтобы не нарваться на такой штраф и по ФСС по отчетности ФСС штрафы остались такие же как и были но обратите внимание что если мы не предоставили сведения в срок то в этом случае у нас ну по-старому было 1000 рублей как бы как единый тариф и все счастливы а сейчас у нас этот пункт звучит в размере 5% от начисленной за последние 3 месяца суммы но не более 30% и не менее 1000 рублей то есть 1000 вы заплатите независимо от того сколько например ну пусть у вас было 3 человека вы должны за них заплатить взносов там на 500 рублей но 1000 вы заплатите в любом случае а вот если у вас крупное предприятие и соответственно начисление за 3 месяца то есть за квартал у вас были достаточно весомые то верхний потолок не ограничен 30% то есть понятно что это больше 1000 рублей но верхний срок ну верхний потолок ограничен 30% то есть 30% то заплатите и вот вам счастье кроме этого с 1 января 23 года в наш знаменитый 27 ФЗ внесли изменения в части применения финансовых санкций то есть как мы можем поселить себе соломки и избежать санкций ну как я уже говорила если мы сдаем уточненку в течение 5 рабочих дней и если мы ошибку нашли самостоятельно до того как ее обнаружат фонды ну вот послабление 50% это мы с вами уже посмотрели когда смотрели табличку то есть это если мы укладываемся в течение 10 дней то в этом случае мы платим 50% по аналогии как сейчас уплачиваются штрафы ГИБДД ну и еще раз вернемся с вами к нашей демо-базе мы с вами вернемся в раздел 1С отчетность и не так сделаем мы с вами через регламентированный учет зайдем посмотрим у нас есть раздел личные кабинеты и есть раздел личный кабинет сотрудника то есть вот допустим зарплате управления персоналом сейчас мы закроем этот эти наши отчеты которые мы смотрели они нам уже не нужны и собственно говоря интересует нас личный кабинет сотрудника идем раздел кадры сервис 1С кабинет сотрудника смысл этого сервиса в том что сотрудник может самостоятельно посмотреть в этом кабинете все данные которые у него указаны ну например вот в отчете ИФС-1 или в других документах отчетных ну вы видите здесь есть поля с красным подчеркиванием то есть заполнение этих полей обязательно то есть вы должны назвать как будет звучать название вашего кабинета назначить ответственного то есть дежурную жертву кто будет отвечать за то что здесь ну как бы есть и после этого соответственно у вас часть головной боли снимается потому что через личный кабинет сотрудник может получить и справки допустим 2 НДФЛ и справка стажей ну то есть соответственно чаще всего эти справки нужны когда человек пытается там оформить какие-то кредитные документы то есть например там ипотеку берет или кредит получает ну и естественно в этом случае снижается нагрузка на бухгалтеров то есть им не надо отвлекаться на потребности изработника он может получить это самостоятельно здесь есть ссылочка вот синий текст выделения синим текстом это гиперссылки по которым можно перейти в более подробное описание сервиса и второй сервис это личные кабинеты которые мы с вами смотрели в ERP личные кабинеты вот они это уже сервисы для организации то есть не для сотрудников как вы видите здесь можно перейти сразу создать на сайте фискальных органов ну например налоговой инспекции личный кабинет либо налогоплательщика и писта либо юрлицо соответственно личные кабинеты которые действовали ФСС и пенсионный фонд они сохранили свое действие и обратите внимание по соцстраху есть два кабинета которые позволяют посмотреть состояние расчетов с фискальными органами и второй личный кабинет который позволяет отслеживать и проверять обмен документами по электронным листкам нетрудоспособности подтверждения вида деятельности по ВЭД ну и собственно все социальные выплаты пособия и так далее в этом случае это опять же экономит время позволяет более оперативно реагировать на какие-то ошибки или на запросы документов которые органы предоставляют ну то есть это уже не для сотрудников это уже для самого юрлица но соответственно чаще всего с этим работают бухгалтера и в общем-то здесь мы сейчас уйдем отсюда ну и к сожалению наше время с вами уже стекло мы даже немножко перебрали поэтому я хотела бы вернуться снова к титульному листу показать еще раз наши контакты то есть наша электронная почта телефоны телеграм-канал ну и пригласить вас к сотрудничеству потому что мы выполняем весь спектр работ услуг которые касаются семейства программ 1С их достаточно много мы будем рады оказать вам помощь и при продаже и при установке настройке ну короче весь спектр услуг которые есть на этом компания кодерлайн прощается с вами благодарим вас за внимание которое вы нам уделили за время и надеемся на дальнейшее сотрудничество надеемся что мы сможем быть вам полезны благодарю вас за внимание всего доброго хорошего дня спасибо Субтитры создавал DimaTorzok